Любая физическая активность, она лучше, чем ее отсутствие. Однако у нас существуют определенные рекомендации. Пройти 10 тысяч шагов для старшего поколения не проблема. Одинцовские долголеты со спортом давно на ты. В числе популярных активностей скандинавская ходьба, плавание, танцы, гимнастика. Главное постепенно увеличивать время и интенсивность тренировок. У нас некоторые пациенты думают, что прошел 15 минут до магазина и 15 минут из магазина вернулся, что вот это недостаточная физическая активность. А нет, именно прогностически влияет на положительность на сердечно-сосудистую систему непрерывная физическая активность в течение 30 минут. В том, что физкультура полезна, Галина Вахнова убедилась на собственном примере. Из активности предпочла китайскую гимнастику Цигун. Она очень хорошо дает много для такого спокойствия, физического развития. И в то же время она не напрягает. Вот она как-то так. И у нас очень хороший тренер. Уровень активности индивидуален. Определить его поможет врач. Подберет наиболее эффективный комплекс упражнений. Многие заболевания лечатся исключительно физкультурой и питанием. Уверены специалисты. Та же физическая активность. Она снижает плохую фракцию холестерина и общий холестерин, и его плохую фракцию атерогенную, и три глицериды. И повышает хороший холестерин. Подобные встречи проходят в клубе «Активное долголетие» регулярно. Следующая будет посвящена хроническим неинфекционным заболеваниям. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».